Здравствуйте, дорогие друзья! Всем доброе утро, благословенного дня и желаю, чтобы каждый из нас сегодня, просыпаясь, мог сказать Господь, благодарю Тебя, что я жив, благодарю Тебя, что я храним Тобой, благодарю Тебя, что небо обо мне думает, небо обо мне мечтало. Прежде чем я родился на эту землю, уже небеса знали, где ты будешь, когда ты будешь ходить и кем ты станешь. Но теперь нам надо это узнавать. И вы знаете, интересно, что когда-то сказал один из ученых такие слова «Творец великий, всемогущий, я мысль твою продумал за тобой». И подобные слова произносил Иов, когда он проникал глубже в какие-то открытия, и Бог в адрес Иова, что ты видел это, ты был там, ты давно рожден. Я хочу, чтобы Господь с нами имел диалог, но вы понимаете, что пока ребенок еще очень маленький, растет, еще многое чего не понимает, с ним трудно выстраивать правильные разговоры на интересном для обоих уровне. То есть на уровне ребенка можно опуститься, но ему подняться до твоего уровня и сейчас стать тебе интересным собеседником не получается в одну минуту, не получается за один день. Время проходит, пока ребенок тоже что-то приобретет по мере его взросления. То же самое происходит с каждым из нас и с Богом. Ему хочется с нами общаться, хочется общаться на более глубоком уровне, открывать свое сердце больше, чем мы сегодня знаем. Но для этого нам надо двигаться к его совершенству, к его зрелости, которую он о нас помыслил и все дает для того, чтобы мы могли питаться от его источников. А вы знаете, что когда мы питаемся от небесного хлеба, мы преображаемся в образ того, что едим, что видим, на чем фокусируемся. Поэтому нам важно не только практические уроки сейчас просматривать в жизни Давида, а смотреть, что Бог-то внимателен к его судьбе, не как к исключению, а как правило. Потому что он наблюдает над всем лицом земли, чтобы поддерживать тех, чье сердце ему вполне предано. И поэтому какая сегодня диагностика твоего и моего сердца, если бы Господь сейчас его взвешивал, что он там находит, кем оно для него сегодня уже видится или чем, чем оно наполнено, что оттуда исходит, какие мысли, какие слова, какие чувства, какие ожидания или подозрения, что живет в сердце человека. И вот за это мы ответственны. И в этом смысле нам очень важно принимать решение на анализ собственного сердца в каждом дне. Поэтому, просматривая сейчас Давида, его судьбу, слава Бога к нему, мы вновь можем прочитать «Урия хитиянина, ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом, а монетян». То есть, с другой стороны, Давид был дома, если так говорить юридическим языком. Кого мог убить Давид? Но, однако, Бог говорит, ты его убил. Но меч иммунитян использовал. Поэтому не враги его убили, и это не на счету у этих врагов будет происходить. Как вы знаете, после Второй мировой войны ситуация с одним человеком, за которого молились, происходила интересная картина. Он был военным человеком, во время войны он на самом деле убивал людей. Но тогда, когда за него молились, у него не решался один вопрос, то задали Богу вопрос, Господь, а в чем причина, где вот этот корень, проблема, которая никак не дает выйти к решению. И стали просить, чтобы Господь показал этому человеку. И вдруг один из присутствующих говорит, две смерти, два убитых человека. Он говорит, да я ж много убивал. Давайте спросим, о каких этих смертях идет речь. И когда он попросил, чтобы память осветил Господь, то вдруг перед его глазами картина уже практически законченной войны. Когда они встретились с врагом на территории небольшого поселка, и вот эти ребята, молодые ребята, которые уже знали, что война-то выиграна, и они говорят, ну отпустите нас, у нас маленькие дети дома, отпустите. Они сказали, хорошо, отпускают, и в спину им выпустили пули. Это их было несколько человек, и так они убили. Он сам лично убивает двух. И вот эти две смерти, они на счету у Бога по-другому. Да, во время войны, они сейчас тебе уже не опасны. Ты их можешь отпустить, но ты почему-то убиваешь. Они тебя просят, и ты даешь им согласие, но ты убиваешь. По-другому Бог смотрит на это. Поэтому я хочу, чтобы мы с вами для себя тоже отметили, какие моменты я мог бы поступить иначе. У меня была в руках власть. У меня были в руках инструменты, а я их использовал не в ту сторону. Господь, я благодарю Тебя, что мы можем просить у Тебя милости и прощения о себе, о наших детях, о том, чтобы будущность наша была под Твоим покровом. И прости, когда мы использовали власть не в нужном направлении. Прости, Господь, когда мы говорили слова, которые могли поражать, когда издавали законы или указы, которые могли уничтожать незащищенных. Но прямо сейчас мы просим, помилуй и нас, и детей наших. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин